Да, я вот что хотел спросить, что делать-то с традиционными проводами, промыслами? Это и ягоды собирать, и кедов бить, и за зоболем ходить, стрелять, и в белый класс? Да вам нужно, видимо, быть, извините, Виктор, в вашей партии кому-то направить этот вопрос в начале. Кому-то адресовать, вот кому-то из наших. Кому вопрос они спрашивают? Так ко всем. Ко всем, вот так вот. Но вряд ли к фотографам. Ваша оценка, это история. У нас беседа такая, философская, поэтому это может и фотография. Ну, моя оценка, я думал на этот счет, но существует совершенно дикое браконьерство, а существуют действительно промыслы, которые были у этих людей промыслами. Браконьерство, понятно, что за история, а именно промыслы. Но как промыслы запрещают? Это тоже факт. Что с этим делать? Не, ну существует же, вот, насколько мне известно, китов во всем мире запрещено бить, но какие-то там коренные народы на севере Японии или там в Гренландии имеют разрешение на несколько... А не только в России, разве? А я бы, на самом деле, вот Светлану хотел бы вот... Сейчас, сейчас, Светлане передам. Я бы хотел спросить, ну, промыслы промыслом рознь, да? То есть есть одна история, когда люди выживают, и эта традиция позволяет им выживать в определенных условиях. А есть, например, скажите мне, где Гриндбьют, я забыл. Где Гриндбьют? Острова Фалкленды, да, по-моему, то есть где Фарерские острова, да, то есть где есть такая традиция, что мальчик, когда подрастает, должен там забить сколько-то Гринд, ну, это китообразные такие, да, дельфины. И вот они там охотятся, собирают, загоняют их в большие бухты, потом... Не-не-не, Гриндбьют, вот, и просто там забивают их в таком количестве, что аж вода красная вся в ка... Запретите, ну, в чем вопрос? Запретите. Вот не могут запретить, не могут запретить, потому что... Приделись под вопросов, нельзя запрещать, потому что это часть культуры. Нельзя запрещать, я с вами полностью... Мы эту культуру уничтожили уже через колено, и американцы своих уничтожили. А кто решает, какую часть культуры можно запрещать? А какую они все? Дело в том, что вы демократически выбранному большинству. Давайте оставьте, чтобы человек и дельце ехать. Вот, дело в том, на Чукотке, на Чукотке добывают кидов. И они добывают не просто так, это собирается международная комиссия, она устанавливает им количество кидов, которые они могут убить в этом году. Зачем? А дело в том, что они просто не выживут. Это раз. Нет, они что, едят их и просто... Они не едят, они едят китовое мясо, необходим китовый жир, необходимы моржи. Просто-напросто вот из моржового мяса они получают весь комплекс витаминов, которые необходимы. С учетом того, что тогда привозимые витамины, там апельсины, яблоки, стоят бешеных денег, и совершенно уже без витаминов, то есть они просто без этого вымрут. Необходимое количество элементов всех они получают там. Вот, это так. Но я при этом даже, я бы больше разрешила. Другое дело, что их того же сополя можно разводить точно так же, по-моему. И нету вот этих находничьих хозяйств, которые... Они же не просто там народные, ну вот эти промыслы исконные. Они же всегда заботились о том, чтобы это продолжалось. Вот. Вот из-за этого гибнут целые народы. Это безусловно должно быть как культура. Вот, допустим, я сейчас собираюсь в Якутии на русское устье. Там народ, там просто исчезает народ, исчезает культура, из-за того, что соболь теперь никому там не нужен, и нет промысла на соболя. Вот исконные промыслы должны быть, они наша культура. И это вот тонкие взаимоотношения человека и природа, они есть. И они будут. Человек, пока существует, будет кого-то убивать. И когда он не станет вегетарианцем целиком всей планеты. Нет, я согласен, что на Чукотке, там на севере Японии, если не ошибаюсь, где-то... Я не знаю, вот ситуация, конечно. Вы же не ты спрашиваете. Нет, все верно, да. Там выдаются квоты определенное количество, каждый квот рассматриваясь в зависимости от количества жителей, выдаются квоты на забои морских млекопитающих. Все правильно, но у них действительно, если убрать хитов, например, у Чукотки, у них будут проблемы вообще просто с количеством пищи. Это целая культура. Ну, да, я согласен, да. Но, что вы предлагаете сделать культурной традицией просто убивать дельфинов, просто их убивать, и не есть на фаршерских островах? Нет, я просто не в курсе той ситуации, я не могу говорить за нее, про дельфинов. Они просто так убивают. У нас дельфинов не убивают. Ради культуры? Нет. Как ты только будешь объяснять? Как ты определись, что это высокая культура? Давайте сейчас определимся с терминологией. То есть, во-первых, как бы у нас тоже были там всякие культуры странные, но не буду никого обижать. Но смысл в том, что иногда есть вещь, которая рационально уже не имеет никакого смысла. Это чисто вот, например, спортивная охота. Почему нет? И смысл в том, что, да, и как бы как бы как элемент культуры, она сохранилась. И вот вопрос, как и с клещами. Это вот надо ли такую культуру сокращать, сохранять? Никак с клещами. Но иногда, вот хочу сказать, иногда некоторые вещи отмирают сами собой. Вот, например, убийство китов. Я, в принципе, я считал себя образованным человеком. Но когда я впервые поехал в Антарктику, там, ну, мы смотрели китов и рассказывали, что раньше прям куда ни кинем взгляд, были хвосты, гребни, спины китов. Было их огромное количество. Потом в какой-то период с конца 19 века по середину 20-го их почти все убили. И потом дальше произошло что-то, что остановило убийство китов. То есть в какой-то момент киты были настолько включены в мировую экономику, что это было необходимо человечеству их убивать в таких количествах. А потом вдруг стало что-то, что перестал. Я заинтересовался этим вопросом и выяснилось, что это китовый жир. Что когда произошла промышленная революция, нужно было некое масло для смазывания механизмов. И самым дешевым источником этого масла был именно китовый жир. И на этом жило все там китобойство. Не на еде их не ели, а именно на жире. Они убивали китов, убивали морских слонов. А потом в 60-е годы прошлого века придумали, как делать масло, которое получалось дешевле и лучше, из нефти. То есть до этого, оказывается, просто не делали масла из нефти. А потом придумали. И все. И китобойство сошло на нет просто мгновенно. 10 лет потребовалось, чтобы умерло все китобойство. Проблема только в том, что у нас прям буквально в прошлом году, или уже в этом, Япония опять вернула мораторий на промышлен китов. Раньше он как бы был, но на самом деле они все равно их добывали. Типа в научных целях. Это так оформлялось. И смысл в том, что сейчас они совершенно официально это вернули опять под предлогом сохранения традиций. Как сами японцы говорят, мы не знаем вообще никакой такой традиции. Это вот просто кто-то сохраняет, а мы как бы не знаем. И в школьной столовой китячину добавили, но тоже традиция. То есть вопрос в том, что, конечно, там есть какая-то экономическая... Нет, я считаю, что, понимаешь, одно дело, как бы есть китов, и даже там в пределах, может быть, Японии, но это было промышленное уничтожение. Вся промышленность земли требовала китовый жир. И поэтому китобойные базы были в таком количестве. Еще китовые узлы корсетов, а потом мода изменилась. Знаете, сколько они потребляют, вот, женщин? Вот, а сейчас ты приезжаешь в Антарктиду или там на Южную Джорджию, и ты видишь лежащие мертвые суда, гниющие вот эти фабрики по переработке китовьего жира. Там берега засыпаны металлом, бочками, какими-то якорями. То есть реально просто умерло огромное количество промышленности, которая на этом жила. Но то, что, вот я считаю, что киты будут восстанавливаться, им никуда не деться, промышленное их убийство для нужд всей планеты прекратилось. И, возможно, как бы их уже количество в том же районе Японии достигло такого, что японцы посчитали, что их можно добывать в промысловых целях. Коллеги, я не хочу вмешиваться с вас, просто давайте я буду следить иногда за формальной логикой высказываний. Да, как поймают, то про это говорю. А дальше, вот, Дим, я не понимаю логики, да? То ты говоришь про антропофобию, то, что их надо приучать, то, что эти самые сайгаки страшно пугливые, страшно. Значит, сайгаки абсолютно не пугливые. Я провел всего там три дня с сайгаками. На четвертый я пытался просто их спрячь, но они знали, на самом деле, что это. Я пытался их осторожно спугнуть, но нужно было выйти. Я стучал, шуршал. Я ногу голую высовывал и размахил из палатки, лишь бы они ушли. Не уходили. Пришлось вылезти, они убежали. Ах, какие пугливые. Но пока мы собирали палатки, они вернулись. И вот мы здесь на водичке, они там ее пили. Вот там, в том уголке примерно зал. А мы здесь собирали палатки. Поэтому не надо, что они такие уже самые плавные. И вот на это ушло шесть лет работы в Черноземельском западнике. О, так почему же ты говоришь, что они такие антропофобы? Так антропофоб – это искусственная история. Изначально звери не боялись людей. Они были того, и гели. А почему же ты говоришь, что они теперь у меня будут? Я буду ходить в лес и буду себя приучать, что я их не убиваю. Мы воспитаем всех детей, они будут ходить и не убивать. Тысяча человек не убила, и его не боятся никого. Сначала они должны это понять. Сначала все совершенно верно. То есть как бы смысл в том, что что нужно сделать? Нужно сделать, понять, как сделать так, чтобы они не боялись. Животные на самом деле, если хорошо это подать, то есть если есть специалисты, которые могут животным, отгруппы говоря, объяснить, и вот те же самые полосатые самолеты и прочие у Гржимика, они не просто так полосатые. Это инструмент рабочий. Это не для красоты. Гржимик в свое время оказался на той стороне, скажем так, на вражке. Ну, он все-таки немец и попал когда на фронт, он был не за нас. Хотя всей душой поддерживал, потому что как только у него появилась возможность, он удрал сразу на американскую территорию. И так же, как и Лоренск, австриец, он старался не быть на фронте, ну, как бы не участвовать в войне. Один был врачом, другой был ветеринаром. И Гржимик очень много занимался как раз зрением лошадей, изучал этот вопрос военных. И очень какие-то сделал для себя выводы, которые потом использовал, в том числе для полосатости. В том числе для того, чтобы сделать какие-то способы, чтобы животные не боялись его технику. То есть от другой машины они убегают, а от этой не убегают. И вот эти же инструменты используемые, использовали в том числе и мы. И постепенно, постепенно, постепенно животные начинают понимать, что вот эти вот люди нас любят, они нас не трогают, или мы вообще их не замечаем. Но при этом нужно сделать так, чтобы на этой территории, где вот эта вся работа ведется, была охрана. Были ребята там типа Яна Мурзаханова, Артура Мурзаханова и так далее, которые говорили, что вот так вот смотреть можно, любоваться можно, изучать можно, фотографировать. Вот, пожалуйста, вот тут и тут можно, тут нельзя. А вот, например, выстрелить в него, ну, вот уже нельзя. То есть это вот запрещено и так далее. И, соответственно, вот они это все следят. И когда я говорю, я говорю об устойчивости. То есть важное слово здесь, которое всегда все забывает, это устойчивость. То есть оно по-разному может развиваться, но главное, чтобы оно сохранялось. Вот тебе отвечают, рекоментированные. Вопрос, видимо, знает. Вопрос хочу задать именно в связи вот с этими репликами. Мы хорошо знаем наш подмосковный заповедник Журавлиная Родина, да? Знаем те условия, в которых фотографы допускаются на съемки журавлей. То есть это, ну, ну, кто кого-то там пускают, а в общем это где-то 150-300 метров смотровая площадка с дороги. На поле ты выходить не можешь. Те же журавли, которые отсюда полетели в Израиль, там картина другая. То есть там едет трактор, разбрасывает пору, и, так сказать, специальный человек еще отгоняет, так сказать, журавлей, чтобы они не особо, так сказать, мешали зрителям, которые приходят на это посмотреть. То есть подойти можно очень близко. Это одни и те же птицы. Совершенно верно. И здесь даже далеко ходить не надо. У нас вот можно выйти и в пруд, ну, не в пруду, в реке плавают утки, например, к которым можно подойти вот прям вот сверху. Более того, они, ну, когда вот бывало, что фестиваль подольше затягивался, и уже портали, но тут возникали все, и вот можно было выйти. Я выходил на улицу с чашечкой там чая, и эти утки вот вокруг садыха ходят. То есть ты можешь прям, ну, не потрогать, или близко подойти. Подождите, да, да, да. Эти утки, извините, здесь круглоготично. Вот, не всегда. Их кормят практически, они не перелетные. Вообще всего. Вот, 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 вот это... Речь-то о том, что одни и те же особи, находясь здесь, ведут себя одним образом, а перелетя в другую страну, в другую. Вот, вот, да, я... Вот, Светлана говорит, их же там кормят. Я как раз хотел сказать... И в Израиле кормят. В Израиле кормят. У нас тоже в журавлиной родине их кормят. Но они не подпускают близко. Во-первых, не так кормят, во-вторых, принципиально разные условия пророда зимов. Я бы все-таки ответил и закончил. То есть смысл в том, что что далеко ходить, эта же утка, если она вдруг вылетит за пределы города, ну, в области, то есть попадет в любой охотхозяйства, и эта же утка не подпустит на выстрел ружей. Вот эта же утка. Совершенно верно, так вот оно и есть. Так и работает. И гуси, которые у нас на пушечный выстрел не подпускают никакого человека, потому что предполагают, что это сразу охотник, перелетев через горы и в Индию прилетев, но на полях индийских кормятся рядом с колхозниками местными. Так ведь они сюда гнездятся и летят. А в гнездовой период себя более осторожно ведут. Дело не в осторожности. Дело в том, что они понимают, что опасно, что не опасно. Но проблема какая? Все русские такие, а идейцы этакие. Они более того... Дети тоже рубят на право и на веро. Они более того понимают, что вот Виктор Тяхт не представляет для них. Потому что многие птицы в лицо запоминают людей. Они могут знать четко, вот этот человек да, этот человек нет. Мы экспериментировали там с камуфляжем, белыми халатами и так далее. Мы знаем, что вот в определенном виде одежды не подойдешь. В другом виде, то есть в сарафане, в яблоках можно подойти, дистанции с пугами гораздо меньше, потому что любые птицы понимают, что это что-то такое странное, но, наверное, не охотник. Вот. Но, в общем, смысл в том, что вот эти вот вещи есть, и проблема какая? Животные, так же, как и люди, разные. И какие-то животные более пластичные, более сообразительные, более хорошие аналитики, а какие-то менее. И если мы говорим про ворон, например, они моментально понимают, опасен человек или нет. Вот. Лежит, стоит человек, она не подойдет. Какая загадка. Вот, вот, вот. Смотрели кадры. Ворон в Кремле стреляют все советское время практически. Выезжают. Вот. Проходит мальчик с хищником, вороны собираются, выезжает черная Волга, и из окна Волги стреляют солдатики этих ворот. Они каждый день там собираются. Почему? И кто не может ответить мне на этот вопрос. Он не да, там, наверное, какая-то. Они все знают, ворон в Санкт-Петербурге. Это не источные вопросы. Это не источные вопросы. Это не источные вопросы. Ну, они там же, что делать? Там же, насколько я знаю, они, вот, у меня просто был знакомый, который соколиной службы там занимался, и они как раз больше использовали, как раз не стрельбу, а все-таки птицы. Вот это вот, это вот, да, они используют отпугивание, но не работает. По идее, они должны были выпустить своих хищников, чтобы они погнали в ворону. Но вороны в таком количестве собираются. Нет, они их стреляют, они до сих пор стреляют. У них для отвода глаз существует эта служба. Смысл в том, что, как бы, идея-то у них была, насколько я понимаю, чтобы просто не стрелять, потому что стрелять в городе плохо, как ни крути. Это, как бы, сложная история. Может, пуля полететь и попасть не туда. Вот. И история какая, что для этого, собственно говоря, заводились хищные птицы, чтобы просто хищными птицами ловить их. А исторически, насколько я помню, не могу ошибаться, потому что глубоко тему не изучал, связана проблема с тем, что там есть позолота на куполах, на вот этих всех охранных объектах. Вороны же не едят позолоту. А не у этого ли это минимум, что там уже везде сделано, вот они могут присесть, они что-то здесь не могут. Нет, ворон есть. Там даже на крестах сделаны иголки. Везде, где ворона может присесть, везде иголки, и там не присесть. Просто там есть кормовая база. Да, кормовая база в Кремле есть. Вот. На самом деле, на самом деле, дело не в этом. Дело в том, что есть такая особенность у ворон. Они умные птицы. И они любят в том числе кататься. Вы можете найти без труда много роликов в Ютьюбе, где вороны на крышках капроновых скатаются с крыши просто ради развлечений. Вот. И вот с тем человеком, с которым я говорил, мне нет оснований ему не верить, потому что он много чем таким занимается и профессионально, зверолог профессиональный. То есть, и вот у них была основная проблема, которую он тогда поднимал, что вороны катаются с куполов. И когда они катаются с куполов, они когтями сбивают по золоту. Там очень тонкое нанесение, но это стоит больших денег, и поэтому люди... Они почти этого не делают. Они не катаются с куполов, я их снимала там долго, но они любят это делать. Вот. Режимный объект. Вот. А это самое. А есть похожие же службы альтернативные, но то же самое. В аэропортах. Там у них задача другая. Там они разгоняют ворон, чтобы они не были на взлетно-посадочных полосе и в момент взлета, посадки самолета, потому что он может провести катастрофе. Ну, в общем, мотивация, задача разная у всех, но идея такая, что вот ищут какие-то способы, как бы это сделать, наименее там затратно для всего. И если говорить, вернусь про ворон, то есть ворона пластичный вид, она приспособится. Она почему и захватила, в общем-то, много ниш, много где. А есть виды не пластичный. Это там всякие дрофы, сайгаки и так далее. И они, конечно, сами, без помощи специалистов, создающих условия, приспособиться не всегда смогут. Вернее, могут не успеть. То есть могут не успеть. Может ситуация так изменится, что они выбрут быстрее, чем приспособятся. Видишь, вот мы даже, еще продолжу, извините, тему ворон. Мы даже в городе не можем справиться. Их тоже разгоняли, так же, как в аэропорту, с помощью звука. Это самое эффективное средство, более эффективное, чем соколы. Но вороны быстро, они привыкли к этому звуку, и они не разработали новый звук. Вот как бы тут всегда процесс какой-то идет. Но есть, я просто хочу сказать, есть множество каких-то загадочных вещей, которые просто не изучены. Вот не изучены, так же, как с другими. Так же, как не изучены. Совсем не говорит о том, что в России вот птицам так плохо, что они все вот, когда перелетают границу, ага, мы российскую границу перелетели, срочно всех боимся. Такого нет. Это неизвестно почему. Здесь очень много вопросов. Смотрите, я бы с удовольствием сделала кино на эту тему. Много вопросов не изученных, не изученных. И вот это основная история не изучена. Когда мы здесь детям проводим экскурсии на первозданке и так далее, дети приходят сюда, и они так вот, ну, их привели из школы, и они так скучающие на каких-то животных будут показывать, что-то России, там, это, большая страна. Ну, в общем, смысл в том, что как бы есть шаблоны, и люди сразу к ним привыкают, и уже информацию не хватает дальше. Но если им показать, немножечко приоткрыть за шаблоном что-то такое, там, как у коморки Папы Карла, да, то есть вот в очаге дырку сделать, и они увидят, что там целый космос внутри. И это все дико интересно, это изучать, да изучать. В том числе и зачем нужны клещи. Вот.